Юридическое бюро Ненецкого округа планирует расширить круг вопросов, по которым можно получить бесплатную консультацию. Сегодня казенное учреждение оказывает правовую поддержку населению по 32 направлениям. Что еще может предложить юрбюро населению округа, расскажет Валентина Чебичек. 3000 обращений за 2,5 года работы. Эти цифры наглядно показывают востребованность услуг организации. Это правовое консультирование в устной и письменной формах, составление заявлений, жалоб, ходатайств, представление интересов гражданина в судах. Воспользоваться бесплатной помощью могут 17 категорий граждан, в том числе многодетные, малоимущие, приемные семьи, инвалиды всех групп, дети-сироты, неработающие пенсионеры. Признание, сохранение, изменение прав на недвижимое имущество – это вопросы, связанные с трудовым отношением, с трудовым правом. Это пенсионные вопросы, порядок получения мер социальной поддержки. Это основные вопросы, по которым такие граждане могут к нам обратиться. Самое популярное направление – оформление прав на недвижимое имущество и земельные участки. Юристы сразу предупреждают, в этом вопросе есть ограничения. Бесплатная консультация возможна, если недвижимое имущество для гражданина единственное. Наибольшую долю среди клиентов юрбюро занимают жители сельской местности. Для получения услуги не обязательно выезжать в город. Документы можно отправить почтой и общаться удаленно. По доверенности юрист может представить ваши интересы в органах власти, суде и организациях. Также у нас тесно работа идет и с администрациями муниципальных образований. Все бланки наших заявлений на представление на оказание бесплатной юридической помощи гражданам имеются в сельсоветах. И граждане, обратившись в сельсовет, могут взять эти бланки, заполнить и дистанционно нам выслать. Либо по электронной почте они также к нам обращаются, либо по почте. По результатам работы в 2015 году было решено увеличить перечень случаев, по которым юрбюро сможет оказывать помощь гражданам. Такая мера необходима прежде всего для повышения уровня социальной защищенности и создания равных возможностей в получении бесплатной правовой помощи. Установление прав на пособие, на социальные выплаты, в отношении вопросов, связанных с лишением родительских прав или установлением отцовства, ну и такие схожие случаи. То есть у нас еще есть необходимость в актуализации законодательства в этой сфере. Проект закона о внесении изменений в окружной закон о бесплатной юридической помощи в Ненецком округе уже разрабатывается администрацией региона. Также учреждения планируют ввести перечень платных услуг. Квалифицированные специалисты всегда смогут ответить на вопросы граждан, не входящих в список льготной категории.